Всем привет! Ну, учтите, это уже на завтра ролик, то есть я его выложу завтра, так как не всё это куплено. Мне прям не терпится было всё показать вам, что из того, что пришло. Пока у меня сегодняшний ролик на YouTube выкладывается, значит... Пока я потом ссылку эту прикреплю на ролик Натальи с благодарностью вам. И от меня вам, кстати, тоже большая благодарность за то, что сделали такой простой шаг, помогли человеку. Реально, приятно, приятно, когда тебя слышат, когда твои просьбы воспринимают адекватно. Спасибо вам. Ну, в общем, жизнь... А я такая захожу, думаю, понимаешь, жизнь прекрасна, надо только вот выложить то, что ты принёс, и всё. Всё, заходишь, Вася хату убрал. Тут только кресло поставить, я его на попа ставлю, так, чтобы он подножками не... Ну, там же нога такая большая, не ездил. Ковёр, угол загнуть, разогнуть, то есть всё. Клавка посуду помыла, безымянная стиральная машинка постирала. Предыдущую порцию, которую ходила, вешала уже на сушилке под моим утеплённым ковром-то. Ну, то есть, ультрафиолит, блин, инфракрасно. Уже высохла. Делать нечего. Можно даже не раздеваться, было сразу вам начать показывать. Ой, ну, вы же меня знаете. Я же ещё та сорока-ворона. Мне, если что-то не помогает, я всё по-честному, всё, что ревматолог прописал, я всё сделала. Компрессики делаю, мне осталось ещё дойти. Ну, у меня почему-то, понимаете, вот какая-то... Я знаю, что мне надо солевые компрессы, знаю. И что-то я решила, что я не буду всё-таки соль снегом сыпать на руки, потому что, ну, написали уже кто-то ожоги, получилось всё остальное прочее. Ну, нафиг по суставам, пока. Да и снега нету, у нас вот теперь, как вы видите. Вот, а соль-то я хорошую морскую выписала, такую прикольную. Ну, я же и есть можно, кстати. То есть, это нормальная соль, не для ванны. Вот, и всё-таки думаю, надо, наверное, перчаточки надеть с этим, с изотоническим раствором. Но вот пока не охота мне, вот, понимаете, вот мокрое надеть на руки. Ну, не лежит душа. Болтушку мажу. Ну, в общем, как всегда, на свой любимый Вайлдберрис полезла. Вайлдберрис ненавижу теперь. Объясняю, почему там то, за то верни, за всё. Озон, лейся песня. Всё, что хочешь. Вот любую поебушку заберут обратно. Бесплатно. Ну, в общем, начала искать от суставов. У них прям набор такой был. Называется «Жидкие иглы». Кому-то приходят, девочки, пчала. Видите, мёртвая пчела. Взяла с пчелой. Кто-то пишет, не это, не вообще ни от чего не помогает. То есть тут, сейчас я буду читать вслух. И будем открывать. Вы думаете, всё так шульки-бульки тут? Когда я прочитала. Так, слепошарая снимает очки. Отлично! Нам с вами нужна... К этой инструкции нам с вами ещё нужна камера для перевода. В общем, я, в принципе, читала. Переведём потом. Суть такая. Берёшь каплю... Сейчас нам надо открыть. Я знаю, что там пробка эта. Короче, оно должно работать от тепла твоей ладони. Значит, берёшь каплю. Видите, пробочка, как раньше на духах была или над чем-то ещё. Или как романтизаторы для машины заперты. Ой, смотрите, как она хорошо сделана. Видите? Пипулька не отлетает, она маленькой держится. Ничем не пахнет. То есть, надо каплю нанести на больное место и на несколько... До полуминуты не больше типа прижать рукой. Начинаем вот с самых поганых суставов. А, и самое интересное, что там потом написано, обязательно после этой процедуры вымыть руки. А как же я вымою руки, если я к ним прижимаю? Называются жидкие иглы. И типа боль уходит моментально. Там что-то есть ещё... Ещё с чем-то, ещё с чем-то. Ну, раз было нарисовано с мёртвой пчелой... Ну, как я не куплю с мёртвой пчелой? 165 рублей, если что. То есть, не дикие тысячи. Запаха, кстати, нет. Ничего не жжёт, не колёт. Слушайте, я... Давайте так. Вот нанесла, вот я жива. Ничего не могу сказать... По поводу... Ухода боли. Ладно, делаем вот так. Мне это интересно было. Вот прям, знаете, почему не открывала и не рассказывала? Ну, чтобы потом рассказать. А мы сделаем вот так. Мы же своими же руками. Типа... Типа... Ну, и посидим чуть-чуть. Другое посмотрим. У меня вот здесь, короче, ещё одна большая проблема образовалась. Я нож наточила. Ну, что-то хороший поварской. Мне же нельзя правую руку резать, а левую-то, пожалуйста, режь. Ну, в общем, вот. Я вот так вот с мяса плёнку убирала и прям вот так... То есть не порезала ничего и прям... У меня очень большой этот был тут разрыв. Всё нормально. А теперь на его месте... А, вон наш... Назон вон пишет, что часть заказа моего доставлена. Ага. Сейчас прям мы поехали. Завтра всё покажем. И после заживления здесь начала образовываться... Это такая... Я забыла, как она по-научному называется, эта штуковина. Короче говоря, она у меня была вот на этом пальце много лет назад. Она образуется от удара. Ну, то есть такое уплотнение, и оно не твёрдое. Вот. И сейчас с этим пальцем отдельная проблема. И с этим пальцем прям есть боль. С остальными только выхрустывает. Короче, я буду... По крайней мере, знаете, чё скажу? Нелипкая. Это плюс. Следов не оставляет. Это плюс. С этого, конечно, с глицеринчика прям... Мама, не горюй. Ручки становятся. Ну, с болтушки-то, которая намешала глицерин, миновазин и прополис. Ранки все махом заживают. Всё заживает. Ладно. Эту будем экспериментировать. Я поэкспериментирую, потом ещё расскажу. Дальше. Два года. А может, не два года, а может, больше. Я держалась, как стойкий оловянный солдатик. Никаких этих... Приборов для маникюра домой. То есть всё пилками. Заколебалась я эти пилки покупать. Сейчас я купила самые дешёвые, но на проводе. На проводе. И именно у меня-то есть, ну, с этим домашний, бытовой. Много-много лет назад куплен ещё. Дети мелкие были. Вот. Он на аккумуляторе был, но он, слава богу, и на проводе работает. А этот, ну, туда нельзя поставить нормальные фрезы. А фрез там много сейчас. В общем, держалась, 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 девочки. Купила самый простенький. То есть, без этого. На 3000, по-моему. А, тут 15 тысяч оборотов должно быть. То есть, не 45, как на большом. Ну, здесь не написано. Ну, короче, он на 5 ватт. Было написано, что к нему фрезы идут дерьмовые. Но у меня фреза была куплена ещё эта. Так, сейчас подключусь, фрезу покажу. Так, прибор я подключила. Но ей не очень удобно. Главное, чтобы вам видно было. Мне неудобно сейчас. А фрезу я прикупила в такой коробочке заранее на озоне керамическую. Типа, ей можно под ногтями. То есть, лишнее убирать. Я читала инструкцию. Значит, раскручиваем. В принципе, должно работать, как на этом. На шуруповёрте. Но как на шуруповёрте, оно пока не работает. О-о-о! Так, оно хоть вообще включается? Оно включается, девочки. Колёсико. А, кстати, сразу говорю. Девушка, я бережливая и экономная. Может, эти фрезы тоньше? Открою я вам коробку пока вот этих фрез. Вот. Ну, и как она открывается? Короче, это... Тут написали сразу, что они барахлянские. Вот. Нет. Фрезы одинаковые. Вписано было. Крутишь. Оно раздвигается. Всё. Так. Я, как всегда, победила. Но я победю любую фигню. Я понимаю. Из технических. Вот. Теперь закручиваем. Вы, наверное, нифига вы не видели, но ничего. И кнопку отжимаем. Купила я специально в Simoland. Потому что продают везде одинаковый этот набор. Но если он сломается, отзыв это так себе, то в Simoland я сдать могу обратно. Ну что, погнали. Смотри. Я просто концы... Концы... Так. Сейчас. Не докрутила до конца. Не до мертвечка. Вот. Во. Теперь в мертвую. Концы ногтей. Хоть они у меня и короткие. Да наращиваю. И вот этот нарост. Который лишний. Его чем-то надо убирать. Слушайте, прикольно. И приноровиться можно. В общем, я потом... Когда я... Я же маникюр только что переделала. Поэтому я снимать не буду его. Но кое-что попробую поделать. Ну, по крайней мере, уже без этого. Без видео под фрезы. Подпримеряюсь. И вам доложу. Стоит. Но по идее, на мой взгляд, вот человек, который... Знаете, я уже сколько себе сама маникюр делала. Я начинала делать еще с акрила. Вот именно такую я и хотела. Без коробки вот этого большого трансформаторной. То есть переходника визо всего. Чисто. Вот для домашнего. И чтобы не 45 тысяч оборотов, чтобы, не дай бог, я что-то себе не перепилила. Потому что, когда... Слушайте, а ручки-то, ручки-то лучше работают. Фигня-то вроде... Ну, честно, не скажу. Наша главная с вами будет, как сказать, оценка, когда на меня, что что-то подействовало, когда на меня колечки налезут. Потому что сейчас все мои колечки налезают мне только на мизинец левой руки. Все. А у меня размерчик-то не детский. У меня 18,5, если что. Колечки-то все. Я такая сижу, что-то тут думаю. А вдруг вот замуж кто-нибудь позовет и скажет. Леночка, а какое тебе колечко-то прикупить? Размерчик-то скажи. А я скажу. Вот такое вот и разрезанное посредине. Нет у меня теперь размера. Ну, видать, поэтому никто их не зовет. А не потому, что женихов нет. Но это прикол. Так, что я еще сегодня сделала? Сегодня я сделала очень важное дело. Сейчас я вам себя покажу. Вот в таком виде я... Раз уж я не разделась. Вот в таком виде я ездила. Ну, еще и в белом пальто. Ну, то есть, если переворачивать вот так вот, то вы меня полностью увидите. А водолазка у меня такая прикольная. Она полностью измереноса. То есть, она тоненькая-тоненькая, теплая-теплая. Но я вам не это хотела показать. Хотела я вам показать вот что. Я уничтожила все. Сюда я сажала уже новые семянки. Здесь у меня пытались выжить старенькие. С балкона. В общем, никто не захотел выживать. Вот они еще. Владислав приедет и уберет. У меня теперь так чисто стало. Здесь, конечно, был вот этот... Я омолаживала, омолаживала антуриум этот. Но он не хочет тоже жить. Не омолодился. Здесь висит. Это единственное неуничтоженное следа этот. Петунья. Ну, она зеленеет. Она даже не отпадает. Но она перестает свистеть. Хотя все обрезанное. Это смотрите, какой здесь красотень. Вот эта решила не сдохнуть. Это вот эти-то забыла. Я все время все забываю. А-ля Петунья, только мелкие-то. Калибрахоя. Он и летом-то не очень был. Но здесь он... И вот гвоздика на моем окне стояла. Ну, вот сюда поставила. Сдохнет, уберем. Тут земля хорошая, купленная. Ну, по крайней мере... Этой мне здесь совершенно не нравится. Бегонья. Я же бегоний накупила. Вот той тоже цвести не хочет. После того, как я вернулась из Пятигорска, мне срочно понадобились бегонии. Они там такие красивые. А эти как раз вот бегонии розы. Там настоящие розы. Это желтая, это красная. Я имею в виду цветы. Ну, что? Пока им не нравится у меня. Наверное, тоже им последует вот такая же судьба. Субтитры сделал DimaTorzok Так, девочки. Видео из серии. Девочки, Леночка проверила. Вот это еще. Значит, мышинка рабочая. 3000 вот эти... Ой, нет. 15 тысяч этих оборотов хватает. Хватает. Вот, значит, под ногт... Утолщение под ногтями снять, если ты их, ну, скажем так, просто делаешь кончики толще, ну, немножко, чем надо, больше. Я, конечно, пожертвовала своими этими свежим маникюром. Я сняла верхнее покрытие. Ну, сейчас все сделаем обратно. Сняла, то есть, частично вот на этой руке. Я специально это сделала. Частично сняла дизайн на этой руке полностью. То есть, правой и левой рукой работать можно. Для новичков вообще нормально. Повредить невозможно. Маникюр вокруг сделать. Да, реально. Это я вам специально показываю. Только отряхнутые щеточкой руки. Не мытые. Ну, нет у меня на видео вот близкой. То есть, если их помыть, маслицем намазать, они будут идеальны. Значит, что вам скажу. Вот, Марка. Это оказалось сейчас самое дешевое. На Вайлберисе не берите. Отзывы об этих машинках не очень. Не очень. У меня не перегрелось ничего. Но. Если мы берем в онлайн. Не в онлайн, а в офлайн магазине. То есть, я вот, например, Симолэнди специально взяла. Не на Озоне, нигде. Я там ее сдать могу. Она там же есть и на М-видео. Наверное, и в Эльдорадо есть. То есть, она там 700-650 рублей стоит где-то. Ее можно всегда сдать, вернуть и на новую заменить. По поводу, по поводу вот этих фрез. Ну, эти, естественно, я не использовала. И, наверное, вряд ли вот сюда надевать для ног. Но суть такая. Побаловаться этими фрезами вполне норм. Попристраиваться. То есть, сразу упаковку новых нормальных фрез покупать не надо. С этой фрезой. Это называется кукуруза керамическая. В общем, наверное, видно вам. Не буду открывать. Вон, видите, она. С ней прям, наверное, совсем-совсем покрытие в ноль снимать. Но у меня сегодня нет цели. Позавчера маникюр делала. Всеми остальными фрезами я спокойно утончила. Под ногтём, толщину ногтя. Спокойно сняла. Этой. Этой. Сняла. Я всеми попробовала. То есть, реально рабочая штука. А с фрезами надо просто будет потом определиться, какие формы вам надо. То есть, боя... И самое главное, ей вряд ли, хоть вроде кажется, 15 тысяч. Но профессиональные они 45 тысяч оборотов. Вот. Реально не перепилишь. Для криворуких. Для подстраивающих. Всё равно всё, как для меня. Самое то. Так что, кто хотел, как и я, хоть раз попробовать, вот ценник прям вот именно попробовать. А сейчас покажу, что у меня было. Чтобы потом вы мне не описали. Вот у меня что было. Много лет назад я покупала. Вот это домашнее. У неё же, видите, все. Во-первых, там и оборотов. Во-вторых, невозможно в эту штуку засунуть вот новые фрезы. Сколько бы... Может быть, и казалось бы, оборотов. Может быть, мы посидим. Вот это я выкину. Прям реально выкину. Хотя она работающая. Но толку от неё никакого. Всё. Будем считать рубрика. Леночка проверила. Завершена. Продолжаем. Вечерние заготовки на завтрашний день-то. Знаете, как всё-таки пчёлка красивая. Всё. Пыталась расковырять, как они её туда засунули. Ну, нормально вроде. Лапки целые, крылышки целые. Короче, ладно. Прикалывались. На руки. Раза четыре сделала. Костяшки. Да, легче. Но руки ничего не почувствовали. На четвёртый раз. И тут я такая думаю. Да что же я за лошара такая? Коленки. Накапала. Приложила. Слушайте, я и 30 секунд не выдержала. Оно реально, оно не жжёт. Даже. Оно как бы... Я не знаю, как это сказать. Вот так вот делаешь. И тут не то, что горячо, а именно колка. То есть, видать, жижа мне попалась рабочая. А, руки-то я сделала. Я же вот только что погладила. Я перед этим. И они какое-то время разжимаются абсолютно нормально. Вот я показываю их для того, чтобы это... Они без выщёлки. Не то опять выщёлкивать начинают. В общем, бумаженцу я перевела. Вот после этого я вам вставлю там бумажку. Ну, как бумажку. Уже скрин перевода. Тут я решила, что... Я их постирала. Ну, как постирала. Я в машинку новые перчатки хлопковые. Это чисто хлопковые. Вот, чтобы никто не сомневался. Трикотажные для общих работ. Где же состав-то был? А, нет, не чисто хлопковые. Наврала. 70% хлопок. Но полиэстер у него, судя по всему, вот тут вот. В общем, суть. Развела себе и сатанический раствор. Перчаточки остужаются. Сейчас надену и буду кино смотреть. Ну, 20 посижу. В общем, надо. Маникюр я переделала. Машинка зачётная. Вот, сейчас буду... Завтра уже, наверное... Ну, там что отчитаться. Посмотрим, как к утру будут разгибаться пальцы. Меня интересует в основном утро. Сильно не отожмаю. И надену сейчас свои перчаточки. Не выдержала. Я включила видео. Вот я только надела эти перчаточки. Сижу. Так вот руки поставила. И вы понимаете, они начали пульсировать. Не сильно, но какой-то движник начался. То есть, я прикладывала раньше на всякие остальные места этот раствор. Ну, то есть, все знают про соляной раствор, про все эти повязки. Не буду вдаваться в подробности. Вот если бы ничего не началось, я бы вам даже рассказывать не стала. Я бы не стала включать. Потому что мне вот, если честно, даже неприятно так держать. Видите, он бьётся. Мне по большому счёту даже противненько. Ну, не то, что противненько. Но всё равно у меня охота мокрой сидеть. Но оно какой-то движ делает. Уже хорошо. Вот. И ещё сидела сейчас, надела и вспомнила. Девчонки-мальчишки, я увидела на Вайлберсе. Я покупать не буду. Во-первых, я не буду этим пользоваться. Во-вторых, вот там цены недорогие. В пределах 500-600 рублей. Но и вроде как ортопедические фирмы продают. Короче говоря, перчатки компрессионные. Они без пальчиков. Они делают именно компрессию на суставчики. То есть пальчиков вот тут нету. Они должны сделать компрессию на запястье. Там по размеру подбирать надо. Кому-то помогают, кому-то нет. Но вопрос изучить можно. В принципе, вещь интересная. Она как раз именно для больных суставов. И то есть они специально без пальчиков сделаны, чтобы при необходимости в них можно было дома ходить, что-то делать и спать, чтобы руки не потели. Так что, а вот они прям так и называются. Их много там. То есть ни артикул, ни название. Ну, то есть я ничего не буду скидывать. Ссылки. Просто я вот увидела. Перчатки компрессионные. Посмотрите, кому надо. Олик с моими покупочками до конца подзадержался. В общем, мне девочка из Германии посоветовала черный ферментированный чеснок. Просто мне все долго шло. А вчера вообще в темноте. Причем, девочки. Это уже баночка очищенная. Вот у меня в холодильнике стоит. Он пришел. Марка та же брала на озоне. Он пришел в коробочки и в мешочки. Вот это не очищенный чеснок. Тут от головки отламываешь. Вот он такой. Он вкусно. Вот хоть с чем. Знаете, это как подкопченый чернослив со специями. Малой сказал, что очень похоже на... Все, можно убирать все. Очень похоже на соевый соус. Ну, в общем, вкуса чеснока нет. Удовольствие обалденное. А сегодня я буду себе... Ну, нам, естественно. У нас тут замороженная тыквы Малой притащил. Будем суп с тыквой делать. Сейчас последнюю покупочку показываю и выпускаю ролик. До темноты не успела, но думаю, разглядите. Смотрите, как теперь мы с вами комфортно будем ездить. Мало того, что она новую подставку, короче, взяла для нашей болтологии. Видите, как раздвигается? Прикольно. И главное, она не трясется. Вот с телефоном она и звуки не издает. Специально не уносила. Из машины. А-а-а! Супер там поцепилась. Мы с вами вот ездили вот с такой. Короче говоря. Она хорошая. Все точно так же. Но она звуки издавала. Когда мы из-за того, что у нее вот эта гибкая, она сама двигалась. Здесь все намертво закреплено. Выдвигается в двух положениях. Тоже на озоне взяла. Очень удобная штука. Девчонки, кому вот прям рекомендую. Кому зачем-то надо там или мужьям. Прям реально. Вчера специально проехалась. Ее поздно получилось. Снять не могла. Короче говоря. У меня сегодня слова паразиты. Суть такая, что она... Я прям за нее вот голову даю, что ни на одной кочке ни одного скрипа. Продолжение следует...